Здравствуйте! Мы поздравляем вас с 65-летием, с окончания войны. У нас к вам есть несколько вопросов, то есть хотим, чтобы вы на них ответили. Готовы ответить на них, да? А вот скажите, было ли у вас ощущение надвигающейся войны? Как то есть? Ну то есть вот как в довоенные годы. Было ли у вас ощущение, что война надвигается? Да я уж не помню. И не помню. Я не рассчитывала, что меня на войну возьмут. А вдруг пришло извещение. А вот из чего вот вы услышали о том, что война началась? Война началась? Да, вот то есть откуда вы... И по радио говорили, и по газетам. Скажите, а вот какова была реакция ваших близких на войну? То есть... То есть как? Когда началась война, какова реакция была у близких? Мама, папа хоть отнеслись. Отца-то не было. Война есть война. Нет, то есть что вы, может быть, чувствовали, когда война началась? Опасность, что ли, враги типа? Скажите, а вот вы слышали речь Молотова? Слышу, конечно. Как же не слышал? А речь Сталина от 3 июля 41-го? Тоже слышал. Какое впечатление на вас произвели? Ну, то есть... Что у вас было вот в душе, когда вы услышали эти две речи? Тревога. Тревога. Страва. Расскажите, пожалуйста, вот о том, когда вы были призваны в действующую армию. Так, я там написала, наверное, когда. Рассказывайте. Для акции. Нет, вот... Да, испуг. А вот когда вы именно были призваны, то есть... На фронт. Да, на фронт. Когда вы были призваны? Там написано. В 43-м. Нет, нам нужно, чтобы вы это рассказали просто еще вот на камеру. В 43-м году. В каких сражениях вам пришлось принять участие? В участие? Угу. В каких сражениях? Я как... Радист. Радист. Свет попридал. Скажите, вы какой-нибудь город, село освобождали? Ну, как же. Как он? Ты. Как же. Не найду. Полилогов? Воронеж. Воронеж. Полилогов. Воронеж. Полилогов. Киев, Росток. Киев, Росток, да. А вот, может быть, вы вспомните какой-нибудь самый яркий эпизод вот с вашим участием на войне? Что-что? Самый яркий эпизод вот с вашим участием на войне, вот, может быть, что-нибудь осталось у вас? Мам, а ты рассказывала, когда вот такой пакопов был, а что? Вот мы знаем, что советские солдаты на фронте проявляли вот массовый героизм. Что для фронтовиков было источником мужества? Героиство. Защита. Защита. А вы можете что-нибудь рассказать о подвиге, которым вы были свидетелем? При вас какой-нибудь подвиг совершался, может быть, на ваших глазах даже что-то было? Да не знаю, не скажу. Наши. Все вместе. Награды, заслуги, вы помните? Ой, точнее, у вас что-нибудь есть? Не дай, что и у меня. Не дай. А за что? Можете вспомнить? За победу. За победу. Да, дочь он убрала. Нет, а вот вы... Рассказывай. А вы... Рассказывай. Вы как бы... Они с вами рассказывали. Взрывы, бомбы. Взрывались как. Горели все дали. Горели дома. Скажите, с какими чувствами вы шли на войну? С бодрыми. С победителями. А с какими возвращались? С радостью. С надеждой. Не надеждой, а радостью. С радостью? С радостью прибыли. Только скажи, не выделяете внимания. А? Ну, выделяете, скажи, внимания. И внимания. Внимания нет, да. А вы скажите, вот... Как вам воспринималось то, что в начале войны Красной Армии пришлось отступать? Ставили отступать, и мы отступали. Обида. А, господи. Радость. Какая радость? Удовольствие отступать. Отступать ведь. А вот скажите, а вы что-нибудь... Вот что вы знали осенью 41-го о положении Москвы? Ну, что началась Москва? У вас, ну, это война. Началась война. А, как вы восприняли то, что враг подошел вплотную к родине? Я даже не знаю, как сказать. А, вы помните своих командиров? Скоттили, Сарадоп. Помню вот их. А, чем они вам запомнились? Ну, своим отношением. Вместе были. А вот кого вы считали самым ведущим полководцем на момент войны? Самым, может быть, лучшим? Ну, Скоттилис. А Жуков? Ну, Жуков это уже не с нами, а это именно вот с нами были. Нет, а сейчас я имею в виду то, что вообще полководец, вот... Вообще? Да, вот ваши фронтовые годы. Я не знаю, кого назвать. А сейчас ваша... Вот ваша оценка изменилась? Как то есть? Ну, то есть, вы сейчас, может быть, поменяли уже мнение о Жукове, о Сталине? Нет, я не поменяла. А расскажите, пожалуйста, вот о вашем отношении к Сталину, то есть к личности Сталина. То есть вы, как бы, вы сожалеете уже о том, что нет Сталина? Конечно. Вы считаете бы, что сейчас он был бы хорошим? Да. Вас ждем. Вот на фронте было людей очень много разных национальностей, то есть... Да. Что, по-вашему, вот объединяло представителей разных национальностей? Ну, как вам сказать? Сплошенность, победа. Дружба. Я не знаю, как сказать, как объяснить. А при вас были ли какие-нибудь конфликты у людей разных национальностей? Да я бы не сказала. А вот вопрос такой вот достаточно при советской власти, он был не то, чтобы деликат, но даже был запрещен. Но это вера в Бога. Вы верили в Бога до войны? Верили. Повлияло ли участие в войне на ваше отношение к религии? Возможно, и повлияло. А каким образом? Ну, каким образом. Верили. Верили в Бога. Бог поможет. На фронте часто складывалось тяжелое положение. Вот как вам удавалось не падать духом? Не знаю. Может быть, что вам помогало поддерживать дисциплину? Вы можете что-нибудь сказать о своем отношении к приказу номер 227 «Ни шагу назад»? Ну, я не знаю, как это вам объяснить. А вот в этом приказе говорится о загородительных отрядах. Вам лично приходилось с ними сталкиваться? С чем? С загородительными отрядами. Не знаю. Как объяснить? Вот вы говорите, что вы освобождали города, а как вас люди в них встречали? С радостью. А может быть, вам что-нибудь больше всего запомнилось? Да нет, не помню. Время уже много прошло. Скажите, а вот первый немец, первый пленный немец, каково у вас отношение было? Когда вы, может быть, видели немцев? Что у вас было в душе, что у вас просыпалось? Ненависть. К немцам. А вот как вы относитесь, как вы относились тогда на войне к дезертирам? С неприятностью. А вот были также власовцы. Вот понимаете, сейчас есть такие попытки, как бы их оправдать. Ваше отношение к этому какое? Вы считаете, что это неправильное или, может быть, наоборот, правильно это не... Не понять, не пойму. Ну, предателям как ты относилась? Ну, предателям неприятность. Расскажите, пожалуйста, о ваших, вот, о бытовых трудностях на фронте. Не замечаю. Может быть, вы, вот, правда, вы замечали бытовые какие-то трудности или нет? Нет, не замечаю. Молодой был. Как вы оцениваете, вот, боевую технику советского времени? Она была хорошей. Может быть, она была недостаточно укомплектована по тем временам. Если победили, значит, хорошая. Какое у вас, вот, какое ваше отношение? Победили, значит, хорошо. А скажите, как вы отдыхали в часы затишья? Песни петь. Как? Песни петь. С приятностью. Может, с вами. Час. А вот вы были когда-нибудь ранены? Нет. Вы были в плену, в оккупации? Нет. А может быть, среди ваших знакомых были такие люди? Не было. Где вы встретили День Победы? В Киеве. А вот какой фильм, по вашему мнению, вот, лучше всего, вот, передает трудности войны? Да, не смотрю. Книжные? Нет, я смотрю. Книжки. Книжки Романовича. Может быть, какие-нибудь книги вы после войны читали? Вот и читала. А вот вы сейчас вот можете, вот уже столько лет прошло, 65 лет, вы можете сказать, почему тогда началась война? Не знаю. А вот... Что вам, может быть, еще что-нибудь хочется рассказать? Уже, может быть, добавить что-нибудь к вышесказанному? Нет, я ничего не могу сказать. Уже забывается. Может быть, какое-то военное сражение вам лучше всего помнится? Не помню. А вот что бы вы хотели пожелать нынешней молодежи, современной? Что бы не было войны. Что бы было... Было... Тихо. Смирно. Спокойно. Без войны. И небо светлой сочи. Что бы дождь пошел. Не было. Вот. Все. Спокойно. imb Продолжение следует...